Итак, приветствую друзья и гости канала. Всем огромнейший приветствую на 10 февраля 2023 год. Я, наверное, сейчас проеду в Адлер, потому что в Адлер надо кое-что тоже заснять. Хотя я вчера, знаете, делаю всегда... Теперь у нас вот именно так. Я два объекта снимаю в Адлере, а два объекта я снимаю непосредственно в Сочи. Я считаю, что это правильно, я считаю, что это нормально, потому что кто-то у нас выбирает недвижимость в Адлере, а кто-то выбирает недвижимость непосредственно в Сочи. Конечно, сегодня я поговорю на такую тему, как можно попасть на покупку, да, и на деньги можешь попасть. Сейчас очень много у нас судебных разбирательств по поводу участков, по поводу домов и тому подобное. И поэтому, конечно же, вероятность того, что вы можете нечаянно, нечаянно, мягко говоря, купить себе проблемный объект, сейчас очень высок. Даже вот, например, вот, надеюсь, они не будут против, вчера я катался с клиентами, у нас была сделка по одному из топовых жилокомплексов. И они живут, например, в районе, который называется Казачий Брод. И, например, у них, соответственно, купили дом у застройщика. Ну, все как положено, да, вроде купили, сделали ремонт, живут. Соответственно, покупали дом, в тот момент дом находился, получается, на участке. Потом, соответственно, этот участок дальше в процессе размежевывался. И, соответственно, построились еще соседние дома. Там, ну, как бы, получилось так, это же поселок. Обычно так и строят. Не сразу межуют, потому что, если сразу размежевали по три сотки, то на три сотки вы разрешение вряд ли сможете получить. А делают именно так. Например, сначала строят два дома, например, на пяти сотках, а потом берут и размежевывают. Потому что два дома на пяти сотках земли построить можно. А, например, один дом на трех сотках земли разрешение получить из категории больше невозможного. Ну и в итоге администрация, да, при активном участии соседей, которые соседи там жаловались, там, ну, что там они строятся, ну, е-мое, ну, как так-то, ну, и все. В итоге, получается, соседи вместе с администрацией зафиксировали, зафиксировали то, что строился дом, тогда еще земля была не размежеванная и так далее. Ну и, в общем, что получилось? А получилось не ничего, просто пришли к собственнику этого дома и начали им предъявлять по поводу того, что вот они там у себя на участке построили, незаконно и там подобное. На что, говорят, мы не строили, говорят, это же все-таки по договору купли-продажи строил другой застройщик, уже земля размежевана, те говорят, а когда дома стояли, они еще не были размежеваны и так далее. Поэтому идут суды, и вроде как бы ты купил дом полностью законный, и в этом коттедже-поселке, наверное, единственный законный дом по документам, а по факту получается так, что сейчас лишний геморрой возникает. И это случаи не частные, этих случаев очень-очень много. Поэтому, конечно, когда вы покупаете дом, особенно если вдруг вы смотрите там, что участок там меньше, чем 4 сотки земли, обязательно смотрите, что и как, обязательно посмотрите соседние участки, ведутся ли там какие-то судебные чажбы или не ведутся. Все это, конечно, вы можете делать сами, ну, я думаю, вы там разбираетесь, ну, а можете, соответственно, это все воспользоваться нашими непосредственно услугами. Да, извиняюсь, кто-то сейчас посмотрел из владельцев Toyota и заплакал, ничего страшного там нет, как бы, ну, нормально-то все. Есть машины, которые могут так ускориться, просто раз и все, раз и ускорились. Бывает такое. Так вот, и получается, вроде вы купили на законных основаниях, но при этом, получается, вам еще и мудряется компенсировать мозг. Таких вариантов очень-очень много. И если кто-то из вас надеется на чудо, что он возьмет участок, да мне хватит 3 сотки, говорит, я там возьму, построю. Ну, на 3 сотки, скорее всего, вам сейчас не дадут разрешение на строительство. Еще раз скажу, как получается дома у нас, которые расположены на 2,5 сотках земли. Все очень просто, все предельно просто. Делается это так. Берется участок, к примеру, там, 5 и 5 сотки. Берется уведомление на строительство, либо разрешение на строительство. Строится один, соответственно, дом, тут же строится другой дом, и потом просто берут эти дома, размежевываются. Ну, эти участки берут и размежевывают. Либо же оформляют, как дом и участок, получается, 1,2. Да, половинка так, половинка так. Но чаще всего это размежевывают. Так можно сделать. А вот, например, если просто у вас участок 2,5 сотки земли, у вас не получится получить ни уведомление на строительство, ни разрешение. Поэтому вот эти, ребят, моменты, вот эти моменты, это тонкие, деликатные моменты, но, пожалуйста, вот немножечко возьмите и включайте голову, когда вы собираетесь себе что-либо вот покупать. Потому что вероятность того, что вы можете за, притом за большие деньги купить себе проблемное жилье, оно очень высокое. Например, если мы возьмем тот район, например, да, там дома продаются по 23 миллиона рублей. И 23 миллиона рублей это стоит, по сути, сейчас проблемный дом. Потому что никому не понятно, что получится на финише. Получится или не получится довести до логического завершения. Понимаете? Вот как бы так. Опять же, да, на время судов и следствий ваш участок будет в обременении. Вы ничего не сможете сделать. Даже если вы купили дом на законных основаниях, вам не получится взять и продать. Потому что идут те самые судебные... Что там на судебные? Тяжбы, да? Давайте тяжбы назовем. Судебный тяжбы. Это одно. Второе, конечно же, когда вы выбираете себе участок с домом, вы пробиваете кадастровый номер. Но я рекомендую смотреть историю участка. И если, например, раньше мы участок смотрели историю до 5 лет, ну, до 5 лет, да, что там происходило с этим участком в течение 5 лет, кому, на каком основании он продавался, перепродавался, дарился и тому подобное, то сейчас я рекомендую смотреть всю эту историю до 1995 года. Потому что в 1996 и в 1998 году много каких было сделано махинаций именно с землей. Поэтому рекомендую смотреть. И тем самым, когда мы все это начинаем анализировать, то по большому счету получается так, что, наверное, законный объект, законный, например, тот же самый дом, проще купить построенный и сданный. Ну, реально, построенный дом проще купить. Но, опять же, перед тем, как купить частный дом, там есть много лазеек, как можно, не знаю, проблемный дом выдать за непроблемный. Поэтому тоже я рекомендую не экономить на тех же самых юристах. Тем более, если у вас есть хорошие специалисты, в чем я сомневаюсь, лучше туда обратиться. Да, кстати, тоже многие обижаются, да, вот, например, когда там просит меня, там, Максим, помогите продать квартиру, например, на Тимирязево. Я говорю, ну, пришлите фотографии, пришлите еще что-нибудь. Ну, и там, соответственно, Тимирязево сам по себе район не самый лучший. Нифига себе он вырулил, видите ли, да, офигеть. И когда присылают, там, и в таком духе, там, например, в объявлении написано просьба, риэлторов не беспокоит, там, у меня там чудо-квартира, там, по чудо-цене, сделка без риэлтора, сделка и так далее. Ну, что я могу сказать? Ну, скорее всего, скорее всего, когда, я говорю, а что же вы сами-то не продаете? Я говорю, ну, это не вас касается. Я говорю, ну, как, у вас написано же, риэлторов не беспокоит, сделка без риэлтора и так далее. Я говорю, ну, как бы вы не цените наш труд, мы не ценим. Я не беру, там, у меня блокируют, там, обижаются и так далее. Такое тоже бывает, не без этого, куда, так скажем, отсюда деваться, да, как бы. Ну, на самом деле, знаете, при всем том, что в Сочи дефицит жилья, но при всем при этом, как бы, есть очень много неликвидного жилья. Неликвидное жилье, это что, в моем понимании? Это лысая гора, как ни крути, но люди в самую последнюю очередь смотрят жилье вот именно вот в этих локациях. Тимирязево, да, например, самый верх, там, Тимирязево 38, Тимирязево 40. Это уже, знаете, это уже последняя, так скажем, инстанция, когда люди готовы. Есть, например, район верх курортного городка. Там тоже, знаете, без особого энтузиазма. Блин, я сейчас почихнула? Не, не почихнула. Нифига себе, я правду сказал. Тоже не особо. Поэтому, знаете, вот те районы, которые ликвидные, там ценник стремится вверх. Завокзальный район, Заречный район, центр Адлера, особенно улица Молокова и так далее. Вот там, соответственно, цены стремятся вверх. А вот, например, если мы возьмем, например, другие районы, например, самый верх Черешни, самый, там, не знаю, верх Молдовки, Гастелло, там самый конец, Бестужевка. Там, наоборот, ценник у нас, мягко говоря, стремится немножечко вниз. Все почему? Ну, потому что люди, переезжая в Сочи, ну, немножко представляют себе другую локацию. Потому что обычно люди, как, как люди решаются на переезд в Сочи? Приехали, где-нибудь остановились в центре Адлера, там, в центре Сириуса, в центре Сочи где-нибудь, там, на той же самой Мамайке. Везяли там, погуляли, посмотрели, блин, и влюбились. И потом начинают искать себе варианты по квартирам. Начинают штудировать тот же самый интернет. Извиняюсь. Начинают, там, например, смотреть варианты, которые там есть. Там они, там, по 3-2 миллиона рублей находят, там, супер квартиры в центре Сочи или в центре Адлера. И вот на этом энтузиазме начинают потом себе выбирать жилье. По факту оказывается, что за 2 миллиона они даже парковку не могут купить на бытхе, да? Потому что парковка на бытхе стоит 3,5 миллиона рублей. И уже, получается, нужно будет искать такой своего рода компромисс. Знаете, Атос, Портос и компромисс. И тут компромиссы, получается, надо выбирать из худшего менее худшее. Не из лучшего, получается, выбирать лучшее. Потому что, например, у меня сейчас девочка есть. Да, вот она вот мне там прислала, говорит, Максим, есть у тебя что-нибудь хорошее в пределах 150 миллионов рублей? Вот нужно что-нибудь в центре. Вот в пределах 150 миллионов рублей нужно в пределах 100 квадратных метров. Она не может ничего для своего клиента найти. Хотя эта девочка специализируется только на элитной недвижимости. Только на элитном, понимаете? А многие из нас... Давайте я включу даже. Вы же бывает, что мне не верите же, правильно же? Давайте попробую включить. Вот таких, чтобы ты понимал, прям очень много. Или вот, например, у меня есть очень сложный клиент, собственно, также о себе и говорит. У него бюджет 100 миллионов, ему нужно 100 квадратных метров. Понимаю, что тоже вроде адекватно, с одной стороны запрос, но все, что я ему предлагаю, он говорит, нет. Потому что дом таких нет. Если есть, то прям... Но у него недвижимость, там, где-то за границей. Он говорит, ну, как бы я не понимаю, за что здесь платить. Вот мы сегодня тоже были на брокертуре, вот смотрели эти дома по 215 миллионов и выше. Я тоже, если честно, не понимаю, ну, то есть, блин, за эти деньги хочется действительно какой-то суперлокации, приватности и так далее, а ты просто вот за эти деньги смотришь на соседа, как он в трусах ходит. Или на какую-то рухлей прям ужасную. За тобой стройка еще целый год идет за эти деньги. Ну, то есть, правда, адекватности прямо мало. И с одной стороны, вроде думаешь, классно, а с другой стороны, понимаешь, что, ну, дом, это же не какой-то такой момент, где тебя никто не видит, да. И я ему скинула вот этому своему 100-миллионнику, который хочет 100 квадратов, квартиру 105 квадратов, 140 миллионов. Поэтому берением Тауэр продается. Говорит, классно, да, все замечательно, но в спальне нет окна. И я понимаю, что 140 миллионов, как бы классная площадь, но в спальне нет элементарного окна. Это странно. И бюджет такой. Гранд Троилл предлагает. Чему я говорю? Вот у меня, в принципе, сейчас тоже есть запрос. В пределах 100 миллионов нужна квартира двухкомнатная. Квартира, что-нибудь из категории Морской дворец, Красная площадь, что-нибудь из этой серии. Первомайская 11, Первомайская 13. И нужно, чтобы были две изолированные комнаты с окнами и была хорошая кухня-гостиная. И мы не можем найти в этом бюджете ничего достойного. Я вам серьезно говорю. Ничего. Самое интересное, что параллельно есть люди, которые в пределах 12 миллионов хотят то же самое. У них такой же запрос в пределах 12 миллионов рублей в тех же локациях взять что-то такое подобное. Поэтому, ну, ребят, ну не бывает волшебства. Если бы, например, может было за 12 миллионов в центре, там, не знаю, на Красной площади в жилом комплексе, да, купить, например, ту же самую двухкомнатную квартиру, да я бы Остров Мечты бы и за 15 бы отдал бы сейчас, да и все. Отдал бы за 15, за 15 переехал бы в Красную площадь. Ну нет, в Острове Мечты квартира стоит такая 35-40, а в Красной площади аналогично, что более-менее. Оно стоит 100 миллионов, понимаете, соточку стоит. Поэтому вот как бы так. И с домами тоже, с домами волшебства не бывает. Вот сейчас тоже она говорит, у тебя есть какой-нибудь дом в пределах 10 миллионов рублей, да, чтобы в последующем можно было там что-то построить. Да нет, не бывает дом в пределах 10 миллионов рублей. Здесь даже и землю, если поставите цель, найти в пределах 10 миллионов рублей, 5 соток будет очень даже тяжело. Например, есть земля, да, к примеру, есть земля с разрешением на строительство. Ну, такие вот варианты есть. Ну, реально, есть земля с разрешением на строительство и так далее. И, к примеру, вот если мы с вами посмотрим, к примеру, да, вот, там тоже никто особо землю не хочет продавать. Если хотят продавать, то продавать хотят именно с подрядом. Потому что, еще раз повторюсь, если есть разрешение, то смысл продавать, если разрешение, все коммуникации. Ну, вот, к примеру, давайте тоже вам предложу, может быть, кто-то заинтересуется, ну, мало ли что. Максим, смотри, поизучай, пожалуйста, вот, обрати внимание. Хочу сказать, что это очень крутой проект, продуманный до мелочей, на очень крутом участке земли, с хорошими видами, с хорошими подъездными характеристиками, недалеко от Сириуса, а скоро это будет и сам Сириус. Участок этого стоит, им занимались много лет, подготавливали этот бизнес-проект. Вот этот вот сам проект, это не просто вот эти листочки с картинками, а это еще и у меня, я тебе могу сказать, на 500 листах формата там А3. Вот, прям проект со всеми архитектурными решениями, конструкциями железобетона, конструктивами, все как положено. Вплоть даже есть и дизайн-проект этих домов. Полностью площадь помещений больше 500 квадратов, но туда входит сам основной дом, который там 210, по-моему, квадратов. Гараж, баня, террасы, дом продуман до мелочей, вплоть до того, что где, откуда садится, солнце куда, то есть давай мы можем с тобой раскрутить вот это. Люди что получат? Люди получат, допустим, они могут, документы все железобетонные, все уже, все получено, получено на каждый участок выделенная линия электричества. Там есть все, все, все подъездные отличные, рядом вокруг соседства просто отличные, нет никаких там бараков, сараев, либо еще что-то. Вот все в одном социуме. Люди получат то, что когда они получают, допустим, покупают готовый дом, мало того, что они переплачивают, потому что застройщик, понятно, и это нормально, что он вкладывал туда свои деньги, свои труды, свое время. И вложив туда, грубо говоря, 50 миллионов рублей, он, естественно, хочет на выходе как минимум 50% рентабельности, поэтому 75-80 он хочет получить. Зато человек получает здесь и сейчас, но я-то знаю, что, допустим, на этот проект уходит, если начать его строить, скажем так, с мая месяца, с июня, то, в принципе, за лето это можно все осуществить. Самое главное, выйти из земли. Но когда мы летом работаем в земле, мы это делаем быстро. И поэтому люди могут сэкономить, потратить полгода, во-первых, под собственным контролем это все будет, во-вторых, они дом получают практически по себестоимости. Единственное, что они платят за технический надзор в моем лице, но я и предоставляю все. То есть люди могут, доверяя мне, скажем так, на расстоянии, живя в своем городе, контролировать все по видеосвязи, по фото-видеоотчетам. Вот. И практически не вкладывая сразу же все свои деньги, а растянуть их на определенный промежуток времени, скажем так. Кто-то может, допустим, построить сегодня коровку, а благоустройство сделать позже. Но они уже будут иметь свой дом, скажем так, по себестоимости. Ну, плюс там мои чистые рабочие еще. Но это и есть себестоимость. Моя работа, она тоже входит в стоимость дома. Это и есть себестоимость. Любой человек, кто будет работать, бесплатно работать не будет. Поэтому предложение очень интересное. И для тебя, я думаю, тоже, как для риелтора, как для участника, в принципе, этого проекта тоже будет интересно. Давай поработаем. Впереди лето. Очень интересный проект. Проект действительно заслуживает внимания. Макс, это как раз вот для тех, кто тебе, вот этих аналитиков, кто говорит здесь, X10, X2, X3. Вот здесь не будет ни X2, ни X3, а будет X1. Будет ровно столько, сколько оно стоит. Вот сколько стоит бетон, столько он стоит. Сколько стоит там металл, столько он стоит. Хотят, могут сами покупать. Вот, без проблем. Но будет как раз X1. И плюс мой хвостик. Моя работа. Все. Вот люди получат, как вот они и хотят. Дом ровно за столько, сколько он стоит. Ровно столько. Вот сколько стоит бетон, значит, столько стоит. Сколько стоит керамогранит, значит, столько стоит. Сколько стоит дагестанский камень. Вот сами за сколько купят, за столько купят. Либо если я куплю им дешевле, найду, пожалуйста, еще. Вот ровно за столько, сколько. Вот как они хотят. А то они все, что там у них X8, X10, X2, X3. Вот, пожалуйста, я предлагаю именно такой вариант. У них будет стоять дом ровно такой, какой вот с такими затратами X1, вот так вот скажем. А кто-то даже может его просто продать, потому что он ему достался в X1. Если они говорят, что X2, пусть продадут X2. Это к чему я говорю? Вот смотрите, есть, например, хорошие участки, там 8 соток земли. Вот себестоимость участка сейчас, вот на данном этапе с коммуникацией, там заведено электричество, там получено уведомление на строительство, точнее разрешение на строительство, проект и все. Там получается участок стоит 2,5 миллиона рублей за сотку. Вот 7 соток умножайте на 2,5. Вот этот дом 500 квадратных метров в стиле шале, такой классный, все красивый, все. Обходится где-то примерно себестоимость, обходится в 49, 52 миллиона все будет стоить. А такие готовые дома начинаются от 80 миллионов рублей и выше. За 80 тысяч надо, ну, умудриться найти. Поэтому, если вдруг кому-то хочется, прям не хочется переплачивать, да, какого-нибудь, как вы говорите, там, Ашоту, Артурчику, там, Сереже, там, Олегу и так далее, можно сделать так. Такие варианты есть. Но такие вот участки, такие участки просто так не продаются. Потому что изначально, да, чтобы, например, получить разрешение на строительство, чтобы все получить, там, надо было расчистить участок, размежевать участок, купить участок, все это отбить, все это сделать с геодезией и так далее. И просто так уже никто не хочет продавать даже по 2,5 миллиона рублей за сотку данный участок. Ну, нерентабельно. Блин, такое ощущение, как будто я подавился, блин, чем-то. Не знаю, прям, что-то прям в городе стоит и все. Бывает же такое? Бывает. Поэтому, если кому-то должен дом под заказ в стиле шале, с гаражом на 2 автомобиля, с бассейном, с большим, да, там, бассейн получается 8 на 3, да, потом получается, чтобы было земли, там, 7-8 соток, да, там, участки, чтобы вид был на море, чтобы вид был на горы, чтобы были шикарные подъездные пути, чтобы рядышком была школа, детский сад, чтобы автобус ходить. Да, вы можете сделать вот именно так. Я могу вас свести, у вас будет договор купли-продажи на землю, соответственно, и будет договор подряда. Все это будет юридически оформлено, и спокойно вы можете дом, дом своей мечты сделать себе под заказ. Такое есть. Но почему вот этот дом стоит, вот именно, даже семистоимость строительства будет стоить 50 миллионов рублей, да, ответ очень прост, потому что он законный. Он законный, все, как бы сначала вся земля разделена, получены все документы, все, а потом уже начинает строить. А не наоборот, как это бывает. Сначала дом построили, а потом он начинает, как-то непонятно, сдавать. Вообще, если более-менее нормальные дома, которые вот можно назвать домами, вот то, что мне нравится, начинаются действительно от 50 миллионов рублей. Да, я нахожу для вас варианты домов за 25 миллионов, за 20 миллионов, за 18 даже находил. Но это те дома, мягко говоря, которые не совсем соответствуют определению дом. Ну, реально, не совсем соответствуют определению дом. Поэтому лично я вот сейчас склоняюсь все-таки к тому, что, наверное, все-таки дом придется, если тот дом, который действительно ты хочешь, да, как бы его придется строить под заказ. Но то же самое, что с машинами, знаете, вот бывает очень редко, когда ты можешь выбрать себе автомобиль, тихо, куда ты едешь. Очень тяжело, когда ты можешь себе выбрать автомобиль, особенно если ты не берешь себе, там, Toyota, Mitsubishi, там, где фиксированы комплектации. А именно, где ты свою машину сам себе делаешь, очень тяжело угадать. Поэтому, в основном, все машины брали индивидуально, да, особенно, там, BMW, там, Porsche, там, и так далее. Они все вот, и с домами здесь то же самое. Например, вот мне вот доме важно, да, чтобы была баня, чтобы был гараж, чтобы были беседки, чтобы была зона барбекю, чтобы, да, много чего, что было, понимаете. Вот для меня это реально важно, как бы, поэтому, ну, такие дома, вот, как бы, вот то, что тоже девочка сказала, там, 215 миллионов и так далее. Да, вот такие дома вот именно стоят столько, и ни копейки, как говорится, меньше. Под заказ, да, можно сделать подешевле. Теперь, что касается еще, какие подводные камни. С участками. Вы можете купить себе участок, но вы можете не получить либо уведомлений, либо разрешение на строительство. Очень много подводных камней. Бывают участки, которые ни с того ни с сего относятся к водоарханной зоне. Бывают участки, которые непосредственно относятся, там, к Росавиации. Это вот проблема, вот в Бестужевке, особенно, там очень тяжело получить уведомление на строительство. Мой друг уже два с половиной года не может получить уведомление на строительство коттеджного поселка. Уже столько денег потратил, а толку нет. Также могут быть какие-нибудь там фсошные провода, еще что-нибудь проходить и так далее. И просто-напросто на этом участке вы можете сажать образно только картошку. Поэтому землей в Сочи, это та еще засада, и земля в Сочи преподносит очень много сюрпризных моментов, которые, в принципе, очень тяжело приугадать, находясь в своем родном городе. Опять же, арестованных участков становится все больше, больше, больше и больше. И, исходя из этого, я могу сказать, что на фоне того, что там больше 20 тысяч участков сейчас у нас незаконные и в аресте, те участки, которые действительно законные, которые с нормальными документами и так далее, соответственно, они сейчас стоят немножечко других денег. К этому тоже нужно, ребят, привыкать. Еще раз хотел бы извиниться за свой кашель, за то, чтобы чихал, но бывает такое, вы тоже болеете, я тоже, бывает, могу заболеть, а бывает у меня аллергия, когда я заезжаю в Адлер, но бывает такое. Хотя вот этот проект, который я сейчас вам включал, это находится в Адлере, находится в Шиловске, но место такое хорошее, классное, с обалденными полезными путями. Поэтому, если вдруг кто хочет в том числе инвестировать, например, сейчас 50 миллионов готов вложить, при том в рассрочку, да, на полгода, и потом уже готовый дом продавать. А еще лучше, как показывает в последнее время практика, лучше всего дома продаются с хорошим, качественным ремонтом. Да, они дорогие, но люди с большим удовольствием готовы взять дом с хорошим, нормальным, качественным ремонтом, потому что прекрасно понимают, что хороший ремонт никогда в жизни не получится сделать дешево. И тогда, когда есть соотношение цена-качество готов, вот я сейчас себе выбираю, например, Range Rover Sport, да, я прекрасно понимаю, да, есть, например, машина посвежее, но, например, вот, например, комплектация SE, да, то, что меня немножко не устраивает. А есть машина, может сказать, будет подороже, но комплектация HSE. Я делаю акцент на HSE, потому что понимаю, что автомобиль должен быть либо в максимальной комплектации, либо нужно смотреть автомобиль классом ниже, и все. Потому что, когда ты привыкаешь ко всем этим благам, что там машина сама оттормаживается, сама переключает свет, там, все это уже не хочется, как говорится, поднижать градус, там, пневмоподвеска, чтобы была обязательна и так далее. Вот как бы так. Теперь, что касается в целом, да, дома в Сочи покупать можно, даже нужно, но при этом нужно немножечко смотреть документы и смотреть, как показала практика, не только документы, вот именно ваш дом. Еще надо смотреть, что же там творится у тех же самых соседей, что же там творится у соседей, да, что же там творится у соседей. Потому что, как здесь показала практика, вот ничего хорошего бывает и не творится. Ну, как бы так. Само собой, есть недвижимость в Сочи, которая сейчас жестко просела, а есть недвижимость в Сочи, которая, наоборот, набирает обороты и становится все только дороже, дороже, дороже и еще раз дороже. Все зависит, конечно же, от вашего жилья. Поэтому, если кто-то говорит, вот в Сочи цены просели. В Сочи цены просели на неликвид. Это вот мне, недавно у меня знакомая, говорит, помогите продать Максим дом у озера 3. Я говорю, почем? Ну, она мне обозначила цену такую неадекватную. Я говорю, почему так дорого? Так сейчас все дорого. Я говорю, а причина продажи? Она говорит, а я хочу за эти деньги купить что-нибудь поближе к морю, хочу взять одни Светланы. Я говорю, ну, там же тоже сам поднялась. Да нет, говорит, я вижу, что там можно за такие деньги взять, поэтому за такие продаю. Ну, у людей логика не срабатывает. Они должны понимать, что обычно поднимается в цене все пропорционально. И даже те объекты, которые действительно ликвидные, да, в хорошем местах, они поднимаются в цене гораздо выше, чем тот жесткий, лютый неликвид. Потому что, когда ты покупаешь, например, я продавал квартиры в дом Озера 3, помню, по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Когда ты продаешь квартиры по 35 тысяч рублей за квадратный метр, люди готовы смириться там с дорогой плохой, там еще с чем-нибудь, они с этим готовы смириться. Но когда люди аналогичную квартиру покупают за 8 миллионов рублей, то уже требования увеличиваются. И тогда любой нормальный человек лучше скажет, блин, да лучше, наверное, за 8 миллионов лучше я куплю квартиру в объекте, который подстроен по федеральному закону 214, к примеру, в жилом комплексе Гранд Парк. Уже другая логика. Просто когда, например, покупали дом у озера 3, там, например, вот в этом бюджете, извиняюсь, нельзя было уложиться. Например, провал был очень сильный, провал был очень жесткий. Но есть некоторые фантазеры, которые думают, что вот их квартира поднялась в цене, а все остальное не поднялось. Нет, ребят, такое не бывает. И, соответственно, как и раньше была причина, почему купили дом у озера, потому что не хватало, например, на жилой комплекс Москва. То же самое и сейчас. Дом у озера поднялся в цене, так же и жилой комплекс Москва поднялся в цене. Вот как бы так. Это суровая, суровейшая правда жизни. Например, у меня знакомая девочка, 50 квадратных метров в жилом комплексе Москва, купила за 23 миллиона рублей. Сейчас там делает ремонт. Вот как бы так. Не за 10 миллионов купил, не за 11, не за 12. А это хороший, грамотный риэлтор, который хорошо знает рынок, который в этом сегменте крутится, вертится. И вот так у меня получилось. Поэтому, ребят, волшебства, конечно же, в Сочи не бывает. Хорошие ликвидные объекты, они становятся только дороже. Не ликвид, да, не ликвид, мягко говоря, да и то. Я смотрю, некоторые даже неликвидные жилье покупают очень-очень дорого. Ну, согласны же со мной? Кто-то же покупает у нас в Кудепсе, да, по 400 тысяч рублей за квадратный метр. Хочется узнать, а что у этих людей в голове? Да все равно, что, знаете, вот сейчас взять и Toyota Corolla купить, ну ладно, давайте Toyota Camry купить за 10 миллионов. Ну, может, Toyota Camry хороший автомобиль, но он же 10 миллионов не стоит, правильно же? То же самое и здесь. Кудепсто хороший район, я там продавал, ну, продавал я там по 80, по 90, по 120 тысяч рублей за квадратный метр. В этом сегменте до 200 тысяч рублей за квадратный метр однозначно Кудепсто имеет право на жизнь. Кудепсто имеет право на существование. Ну, а если мы уже там берем и ценник смотрим в пределах 300, ставим, ну, извините, здесь уже можно купить южный склон Бытхи, и это будет гораздо лучше, гораздо ликвиднее. Мы можем по 200 тысяч рублей за квадратный метр купить, к примеру, готовый сданный ФЗшный объект, к примеру, в Дагомесе, и Дагомес в любом случае будет лучше, чем Кудепсто. На две головы, на три головы будет лучше, и пляж будет лучше, и у этих всяких потоплений нет и так далее. Ну, плюсы они есть, они очевидны. Каждый район, он разделяется вот именно на ценовую категорию. Есть вот, например, вот раньше, да, вот если, например, был бюджет ограничен, да, то и люди выбирали между, к примеру, Соболевкой и транспортной. Ну, когда, например, на транспортной предлагают там квартиру, например, там, не знаю, там, вот мне недавно предложили там квартиру 35 квадратных метров за 12 миллионов рублей, ну, 35 квадратных метров 12 миллионов на транспортно не стоит. За эти деньги уже, например, можно купить 50 квадратных метров в вокзальном районе. Я, кто сегодня видеоролик выгрузил. Поэтому для каждого, так скажем, района есть определенная цена. Да, и, знаете, чаще всего решает именно не качество дома, а решает именно локация. Например, если мы возьмем с вами жилой комплекс Рос-де-Мар, это один из самых, наверное, некачественных домов, которые есть в городе Сочи. Ну, хуже их, наверное, строить только, не буду говорить, кто вы это знаете, а начинается, да окончается. А вот, ну, он реально сделал некачественным все. Но локация, вот эта самая, да, улица Рос, она решает. И в Рос-де-Маре нереально купить квартиру по нормальной, адекватной цене, потому что локация решает. А есть, например, хорошие, уникальные дома, например, по качеству просто супер, просто потрясающие. Например, на Соболевке, Грин Пелес. Это обалденные дома, все, там цены задрали. Но очередь не выстраивается. Да, бассейн есть, да, качество на высочайшем уровне, все. Но, извините, локация немножко не та. И любой нормальный человек будет голосовать за локацию. Однозначно за локацию. Вот как бы так. Мы с вами доехали до Краснополянского шоссе, до нового. Послезавтра я поеду в прекрасный... Куда я поеду? Ну, я поеду туда. Я поеду туда. Пойду в гору с дочкой. И, может быть, что-нибудь вам интересное заснимем. Сейчас я буду искать дома, которые более-менее адекватные по цене. Это вот этот район, чуть подальше от моря. И попробую для вас поснимать. Потому что запросы на дома есть. Но другое дело, например, если даже у клиента есть 20 миллионов рублей, то у него запрос примерно такой, какие дома продаются по 8 миллионов рублей. Ну, такие запросы. Мягко говоря, ну, не совсем адекватные. Ну, что там говорить. Даже я посмотрел, более-менее нормальные дома, даже в Орехово-Зуево, это 100 километров от Москвы, они стоят под 15 миллионов рублей. То, что можно назвать домами. А не то, что можно назвать участком, участок со строением на участке. А вы желаете там за 5-6 миллионов рублей купить дом в Сочи. За 5-6 миллионов рублей дом в Сочи купить невозможно. Это ближе из категории невозможного. Да, у нас, кстати, ветерок поднялся. А, нет, у меня скорость просто 170. А, ну, и может, ветерок поднялся. Так, конечно, хорошая, комфортная дорога. Обалденная дорога. Прям шикарнейшая. Ну, и, конечно, я сегодня хочу сейчас кое-что еще немножко поснимать. Потому что можно прям поснимать классные такие сюжетики. Ну, потому что реально здесь обалденно все. Я думаю, сейчас я кое-что для вас поснимаю. Потому что вот эти вот облака, все, я думаю, надо поснимать. Потому что все говорят, что я там Дубай красиво поснимал, а Сочи красиво не снимаю. Не, однозначно тоже Сочи сейчас поснимаем для вас. Ну, и как раз посмотрим, может, что-нибудь из домов найдем. Я каждый день не сижу на месте. Я каждый день мониторю те самые дома, квартиры, которые появляются. Всегда запрашиваю документы. Есть юрист в штате, который все эти документы проверяет. Перепроверяет. И у меня на канале, если появляется какой-либо объект, вы можете быть уверены на 100%, что это хороший, безопасный, ликвидный объект. Иногда получается прогнуть по цене. Вот как, например, с аристократом, да, я смог договориться, чтобы сейчас сделали недельную акцию. Цена в два раза ниже. Я считаю, в два раза цена, когда ниже, это очень хороший и классный шаг со стороны застройщиков. Ну, а мы все с вами. Что будем? Заканчивать, наверное. Да, чтобы и видеоролики не были большие. В любом случае, вот мы сейчас выехали с вами на Красное Полянское шоссе, на Старое, там, где у нас все передвигаются автобусы. И вот я здесь могу откроть секрет. Мы с вами проезжаем, здесь мелькают дома. Я могу сказать, что здесь очень много тех самых проблемных домов, которые даже продаются. Они в базе, есть у риэлторов. Но, когда дело дойдет до сделки, вам либо придется ваш задаток в 300 тысяч ждать вечно, либо же, не знаю, либо вас могут кинуть на эти 300 тысяч, там, на задатки и так далее. Потому что многие здесь, которые мы с вами видим сейчас дома, их просто-напросто сейчас на данном этапе невозможно переоформить в Росреестр. Вот такая суровая правда жизни. Ладно, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем вам желаю хорошего настроения. Ну, а мы побежали с вами работать и пахать дальше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok